Визит министра обороны Израиля в Германию Придется изрядно раскошелиться, но зато подводный флот страны уже через 2-3 года увеличится ровно в два раза На вооружении военно-морского флота Израиля сегодня стоят три дельфина немецкого производства Еще две лодки, заказанные в 2006 году, будут спущены на воду в течение двух ближайших лет Шестой корабль судостроителей «Скиля» обещают закончить за 3-4 года Если вспомнить, что дельфины, которые способны нести на борту ракеты, оснащенные ядерными боеголовками Уже выходили на боевое дежурство в Индийский океан, к берегам Ирана Но станет понятно, почему пресс-конференция двух министров обороны, созванная сразу после подписания нового контракта Была посвящена в основном иранской проблеме Я думаю, что сейчас в мире растет понимание того, что военная ядерная программа Ирана Представляет собой угрозу не только для Израиля, но и для стабильности и безопасности всего региона А если вспомнить, что именно в нашем районе расположены крупнейшие запасы энергии То станет понятно, что действия Ирана опасны для всего мира Я настоятельно рекомендую всем быть осторожнее как в риторике, так и в военных приготовлениях Силовой вариант решения иранской проблемы несет с собой несчислимые риски Прежде всего для самого Израиля и для всего Ближневосточного региона Военный путь очень опасен Конечно, мы бы хотели однажды утром проснуться и узнать, что санкции сработали Иранское руководство отказалось от ядерной программы и объявило о смене национальных приоритетов Повышение уровня жизни, качества образования и увеличение религиозной терпимости Нам очень хочется, чтобы Иран стал открытой, свободной и безъядерной страной Но благодаря нашему опыту приходится быть реалистами и, надеясь на лучшее, готовиться к худшему На вопрос журналистов, почему Германия, выступающая против военного решения иранской проблемы Продолжает поставлять Израилю столь мощное и современное оружие Немецкий министр обороны ответил пространно, но невнятно Что касается нового контракта Да, мы договорились о поставке еще одной подлодки Израилю Это открытый процесс, мы ничего не скрываем Расходы по этому контракту станут частью нашего бюджета То есть пройдут общественные обсуждения Мы считаем, что речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве Эксперты оценивают стоимость одного дельфина в 700-800 миллионов долларов Согласно контракту, Израиль в течение нескольких лет должен будет выплатить две трети этой суммы Все остальное компенсируют немцы Но, несмотря на огромную скидку, сделка действительно выгодна не только Израилю, но и Германии Во-первых, обслуживание и поставка запчастей принесет строителям еще не один десяток миллионов А во-вторых, израильский флаг над немецкой субмариной – это своеобразный знак качества Оружейники всего мира знают, что если армия обороны еврейского государства покупает тот или иной продукт То это значит, что он лучший или один из лучших в своем классе Израильские военные не столь богаты, чтобы приобретать дешевые вещи Сергей Гранкин, Александр Шибатаев, РТВА, Израиль